Маткульт, привет! Миша! Внезапно. Вот так, да. Ну что, Михаил Алексеевич Саватеев в кадре. Миша писал школьный этап и написал его на полный балл, да? Да. Вот. Правда, у Миши автопроход на все раз идет. Да. Поэтому это просто была такая тренировка, ну, типа как марафонец там решил пробежаться 400 метров немножко так, потом 2000. Ну, кстати, марафон с 400 метров может быть вредно скорее. Да, да, если быстро. Да, да. То есть нужно с обычной скоростью. Ну вот. А сейчас Миша даст их мне. Я их честно не видел. Абсолютно честно. Хотя я их к нему отправил. Да, но я их не заглядывал. Вот. Ничего не видел. Ни одной задачи. И сейчас буду поэтому в лоб все решать. Вот, да. Но это, собственно, школьный этап, поэтому задачи не сложные. Но нужно аккуратно не ошибиться нигде. Сейчас посмотрим, сколько раз я ошибусь. Например, мой одноклассник, который в прошлом году на регионе набрал 63 балла и решил 9 задачи из 10. Я решил 8, кстати говоря. Вот. У него за этот школьный внимание 3 из 8. Бывает. Потому что, да. Бывает всякое, да. Вот. Но в целом я бы сказал, что нормально. Ну что? Итак, задача номер 1. Курсант субботеев в Олимпиаде готов. Я буду подсматривать условия. Итак. Давай, диктуй. Произведение 9 последовательных натуральных чисел делится на 1111. Таааак. А минус 4? А что симметрично? Они же 9? Правильно, их 9? Да. А, все, я понял. А там минус 4, да. Там, короче, еще такая фишка, что условия чуть-чуть различаются в разных людей. Например, у меня в условии их было 7. Ага. Вот. А тут, соответственно, 9. Это мне одноклассник скидывал, потому что я забыл условия на скриннице. Тааак. Вот. Делится на? Поэтому я, кстати, наверное, я даже, получается, не знаю правильный ответ, на самом деле. Да. Так что будет все честно. На 1111. Что нужно сделать? Какое наименьшее возможное значение может принимать среднее арифметическое этих 9 чисел? То есть. То есть а? Ну да. Итак. Произведение 9. Впоследствиях натуральных. Натуральных, значит, соответственно, а не меньше 5, сказал капитан очевидность. Ну да. Я, кстати, задачку по программированию недавно решал, чтобы было произведение. Ну, там на самом деле была сумма, но неважно. Вот. Там тоже надо было учитывать, что они вылезают за натуральные. Я сначала это немножко подзабыл. Вот это разложение на простые. Да. 101 простое, несложно проверить, но я наизусть помню. Вот. На 7 и на 3 не делятся, так что все. Да. 91 делится. Окей. Да, 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 да. Вот. То есть на самом деле у нас сразу ясно, что все это никак не раньше, чем 101. Потому что если вот эта штука меньше 101, то делимость на 101 никак не получишь в силу свойств простых чисел. Логично. Вот, поэтому, кстати, на это можно было ссылаться, да, что если… А там, короче, такой формат, что… Произведение не делится на простое, если ни одно из них нет. Да, там не надо было писать решение. А, да. Надо было писать только ответ. А, только ответ. Ну, ладно. Ну, мы с решением будем делаться. Да, конечно. Ну, наоборот, ответ не важен. Они сделали умно, они сделали так, что писать нормально не получится. Ну, в смысле, просто скопировать ответ, потому что условия чуть-чуть отличаются, как я вам сказал. Поэтому мы будем именно по решениям. И вы проверяйте по решениям. Чего 4… Я что… Ошибки в счете мы, к сожалению, не страдали. 4, потому что здесь 4 единицы было. А, соответственно, а нужно на минимум. Но если мы заденем 101, да, если мы заденем 101, то есть, ну, самый вообще, как бы, самый первый шанс это когда а плюс 4 равно 101. Да. Вот. Меньше мы не вытянем. Вот. Но на самом деле этого достаточно, потому что вот это число делится на 11. Да. Вот. Вот. Теперь нужно аккуратно написать ответ, потому что если я напишу 101, это будет неправильный ответ. Угу. Ответ а равно 97. Да, потому что если на плюс 4, это 100. Да. Все. Значит, первая задача… С первой папой справился. Решена. Так. Поехали во вторую. Квадрат. Давайте я нарисую слоя. Давай. Угу. Квадрат разрезали на 5. Прямоугольников равной площади. На 5 равновеликих прямоугольников. Ага. Так, как на картинке. Сейчас картинку нарисую. Как на картинке. Получается… Вот так. Ага. Все площади одинаковые. Прекрасно. Ширина одного из прямоугольников равна 3. Оп. Одного – это вот этого конкретного, да? Да. Найдите площадь квадрата. Ох ты. С. Оп. Вот тут, например, легко можно было ошибиться в посчетах, понятное дело. О, да. Так. Ну, хорошо. 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 Ладно. Допустим, значит… Ну, давай вот это, что ли, x. Так, подожди. Нет. Так. Что бы у нас взяло… Я пытаюсь понять, что у нас будет x. Как будет нормально. Ну да. Тут очень много будет у меня сейчас уравнений. Я сейчас не очень понимаю, как здесь без уравнений обойтись, да? Вот. Не понимаю, как… А, равновеликих, значит, соответственно, вот это вот середина, сказал капитан Очевидность. Ну, в смысле, да. Вот эти равны. Да, эти равны. Но давай они и будут x. Вот. Может быть, еще y пригодится какой-нибудь. Так, это x. Правильно? Да. Это x. Значит, ну, давай пока все подряд прям. Это x, это y, это z. Ё-моё. Ну, я не знаю, а что делать. Давай. Ну, это t. Может, еще я там обозначу. А, ну, t не нужно. Это 2x. t, в принципе, мне не нужно, потому что это 2x плюс 3 минус минус z минус y. Ну, это какая-то задница, да? Ты сейчас умрешь вычислять, Николай. Да, что-то я, да, наверное, умру вычислять. Так. Ну, хотя так, конечно, конечно, так можно сделать, да. Да, я чуть-чуть подумаю. Да, нужно ошибиться. Сейчас. Ну, все-таки, давай, пока пусть будет так, да. А, значит, у меня вот это 2x, да? Значит, 2xz, правильно? Так. И это вот эта площадь. Да. Равно xy. Из чего уже ясно, что у меня… Потому что вот этот прямоугольник, вот этот прямоугольник равной площади. Да, значит, уже понятно, что это вдвое больше, чем z. То есть это 2z. Уже, уже ясно. Так. 2xz равно… Ну, либо x равно 0, что… Ну, нет, у нас 0, видимо, нет. Это мы не считаем. Запрещено, да. Вот, теперь, значит, еще могу сказать, что… А, вот, уже интересно. Значит, то есть 2xz – это их общая площадь. Но она равна 3 умножить на вот это. 3 на что? На 3z, кстати говоря, да. Правильно? Да. Во! Это уже много. Правильно? Да. Это x. Так. Ну, как бы, вроде, если я не ошибся, то так. Да, и z не 0. Да. Ну, да. x равно… x какой-то странный немножко. 4,5, да, получается. Вот. Ну, пусть будет 4,5, мне не жалко, да? Да, хорошо, да. Ну, 4,5 он, да? Ну, я бы его не убирал, на самом деле, потому что… А, стой! Мне кажется, x легче. О, ну, все, да? То есть это 9, а это 3. Все. Значит, это 12. А что надо? А надо найти площадь. Квадрата? Да. Так я уже нашел ее. А, все, да. 144. Хм. Да, у меня было такое же слово и такой же ответ. Кстати говоря, на самом деле у тебя решение получилось в итоге легче, хотя я боялся, что оно будет сильно сложнее. Так. Я тогда расскажу свое решение. Давай, очень интересно слушать. Я решил, я решил, что типа в тупую делать не надо, поэтому получил более сложное решение, но неважно. Значит, вот тут 3, это я обозначил за x. Да. Потом я немножко посмотрел, решил, что вот это я обозначил еще за y. Ага. Дальше. Чем я воспользовался? Я воспользовался, что на самом деле, вот тут я решил типа исхитриться. Да. Вот это, это на самом деле 15y. Почему? Потому что x плюс 3 это площадь всего квадрата, а вот эти все 5 одинакового размера, и площадь одного из них это 3. Да, да, да. Значит, это всего 15y. Прикольно, да, прикольно. Вот, ну и второе, что я могу записать. Нужно еще одно условие, да? Ну да. Что я могу записать сразу же? А, я могу записать, что вот эта сторона, это x плюс 3 минус y. Ну да. Вот это. Да. И, значит, отсюда мы получаем, что на самом деле у нас x плюс 3 минус y. Да. На x плюс 3. Да. Равно 15y. Это 15y. Нет, не 15y, а 3y. А, 3y, конечно, да. Потому что вот площадь вот этого, это площадь вот этого. Ну да. Ну и, естественно, отсюда мы можем домножить на 5. Приравнять. Приравнять, выразить y. x плюс 3 выпадает. Ну, короче говоря, вот, если написать вот эти две два уравнения, то ответ находится. Это я, пожалуй, делать сейчас не буду. Кто хочет, может довести. Вот. И получается то же самое с 244. Да. Ну прикольно. Слушай, смотри, как это получилось. Да. У папы красивее, кстати говоря. Велезапно перестановка. Перестановка, да. Итак. Задача номер 3. Папа такие как раз, насколько я понимаю, обожает и лекции про них читает. Итак. В турнире по футболу участвовало 16 команд. Ооо. Каждая сыграла с каждой ровно один раз. Ооо. За победу давалось 3 очка, за ничью 1, а за поражение 0. Ну, как мы любим. Обычный футбольчик. Конечно, да. После завершения турнира оказалось, что некоторые 6 команд набрали хотя бы N очков каждое. Ооо. Это прям, я думал, что кто-то сочинял, это мои лекции. Возможно, он тобой вдохновил. Да, да, да. То есть дано. Соответственно. Зеленый, я не знаю, насколько видно. Нормально. Да. Нормально. 16 команд есть. И мы знаем, что… По N очков каждое. Соответственно, есть 6 команд. Какое наибольшее… Зачем писать наибольшее целое значение? Ясно, что оно целое. С большей ровночкой N очками. Да. Зачем писать, что оно целое. Да. Какое наибольшее целое количество команд? Ну, и угадайте, что нужно сделать. Да. Конечно же, может быть, минимизировать N? Нет. Максимизировать N, да. Соответственно, N максимально. Да. Нефтер 6 команд. Хотел бы я нас показать. Да, понятно. Ну, что ж, тут, значит, надо начать… Начать с чего? С того, что, соответственно, у нас есть 6N очков… Соответственно, вы можете пока подумать, да. Ну, да, да. Пока думайте. И над предыдущими двумя заданиями. 6N очков меньше или равно… Хотя мы их уже… Максимальному количеству очков, которые можно набрать в этих всех играх. Ну, да. То есть, 3 умножить на количество матчей. Да. Вот. 16 команд – это 16 на 15 пополам. 120. Равно 360. 8 на 15, да. Вот. То есть, N меньше или равно 60. И это упрямый факт. Ну, да, да. Это понятно. Это мы просто посчитали все очки, которые были рассыплены во всех играх и отдали их этим 6-командам по ровну. Да. Вот. Значит, теперь почему не может быть, что они набрали по 60? Потому что остальные команды, они друг с другом тоже играли. Да. Вот. Поэтому давайте еще одна оценка. Значит, еще более аккуратная. 6N плюс количество очков максимальное в играх всех остальных команд друг с другом. То есть, значит, самое худшее, что может произойти с остальными командами, что они просто проиграли все матчи этим 6-ти. Да. Ну, то есть, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Динамо, Зенит и... Ну, проиграли примерно так. Крылья Советов, да? Кто там играл? Брюгес, Манчестер Сити? Вот примерно так проиграли. А все остальные 10 проиграли им все матчи поголовно. Но все-таки тогда они сыграли 10 на 9 пополам. Кто? Между... Между собой. Ну, остальные команды, да. Остальные сыграли 10 на 9 пополам игр. Да. Ну, и как бы вот сейчас я хочу сказать, что здесь надо написать 3. Потому что, ну, грубо говоря, вот эти N, да, они вот как бы это обосновать. Я бы проще. Я хочу это обосновать, да. Но можно так сказать, что... Можно, да, даже немножко по-другому. А нужны ли тебе остальные деньги? Да. Мне вообще не нужны, на самом деле они. Да. 6N... 6N, да, не превосходит поголовных побед всех этих команд над всеми остальными. Да. То есть, 6 умножить на... Сколько там? 10 осталось? На 10. 10 осталось команд, да. На 30. На... Что? Подожди. Что ты хочешь посчитать? Я хочу сказать, количество очков с остальными у каждой может быть 30. Мне кажется, можно проще сократить на 6. Ну, да, 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 да. Правильно. Просто каждая команда в играх с 10 остальными набрала ровно 10 очков. Да. И... Это оптимальный вариант, и он ни на что не влияет в... Но все-таки нет. Все-таки нужно вот так. Потому что смотри, я все очки этих N команд считаю. Да. Этих 6 команд. То есть, 6 умножить на N не превосходит той ситуации, когда они всех вынесли в одну калитку. Давай... Плюс между собой. Плюс сколько... Да, это, короче, это понятно. Собрать между собой. А между собой 6 и 5 пополам — это 15. Да. 45. По 3 очка за каждую. Вот это я могу сказать точно. Вот это вот. Это отсылка очевидна. 180 плюс 45 — 225. Правильно? Угу. То есть, N не превосходит 225 шестых и целой части от него. То есть, целая часть... 328. 328, да, шестых? 37, да? 7 и 6... Нет. Да. 222 шестых. Да. Да, 222. Все. Но это такая подсказочка, что я не сразу это посчитал. Да, 37. Я сейчас это посчитал. Ну да. 222 на 6. Значит, итак. N никак не может быть больше, чем 37. Просто по очевидным причинам. Иначе нагрушается вот этот раз. Я думал, что мы 37 восстановим вполне. Вот. То есть, я думаю, что 37 легко. 37. 37. 37. 37. 37. 38. 39. 39. 39, да, потому что 8 сейчас не очень. 39. 39. ?!? 40. 38. 41. 42. 42. Подожди, стой Они же по одному разу играли Собаки, они играли по одному разу И тогда бы у тебя не было семерки У тебя выделилось на три Точно, да Так, значит они Все-таки они играют С каждой ровно один раз Да Так, ну хорошо Это выиграла У этой Сейчас, по кругу Сейчас, а почему нет Почему все-таки нет Значит, почему Не-не-не, подожди, каждая у следующих трех Выиграла по кругу Да, у этой И у этой, да Зараза Жопа Жора, извините Так, хорошо, если она выиграла Ты хотел сказать жестко Хорошо, давай по-другому Каждая выиграла у следующих двух Так, да И сыграла в ничью вот здесь Вот Все, 37 ровно Да Игра построилась Понятным причинам Да, да, 37 ровно Ничего не повторилось Да, да, да Да, ну мне кажется И вымочили всех остальных Все, значит Да, это серьезно Мне кажется Мне кажется У меня полегче решение Во-первых Мы удаляем остальные 10 команд Просто нафиг Потому что они нам не сдались Ну да Мы и говорим, что между собой Нам не важно, как они играли Не важно И всем нашим они Слили Проиграли Как ты говоришь Да Вот Соответственно У нас уже есть 30 очков Да Бесплатных И нам осталось просто Решить ту же самую задачу Только Для шести Для турнира шести Да Вот Ну тут понятно, что Из количества ребер Собственно То же самое получается Что больше семи не будет Больше семи не будет Да, круто Ну в целом то же самое Только Здорово Общее разложил на Как бы Продолжим Вот Соответственно Задача номер четыре Сейчас будет немножечко Хватит ли мне Для меня здесь времени Разбавки Ой, не времени А место Ну вообще Это геометрия Геома Ну да, попробуем Геометрия Дан правильный Пятиугольник А, Б, Ц, Д, Е Внезапно Дан правильный Пятиугольник А, Б, Ц, Д, Е Да Рисуй Первое задание Это правильно нарисовать Правильный Пятиугольник Так Давай вот здесь А, Б И так далее На стороне А, Е Отмечена точка К Таким образом Что А, К, К, Е Один к четырем Тут, кстати, тоже У меня условие было другое Но это не важно Один К четырем Да Ну да Сейчас Четыре Какое у тебя Деление Ну вот Ну короче Вот этот отрезочек Вот этот Разве Вот этим четырем Ой, да-да-да-да Это я не то сделал Соответственно Ага На стороне ЦД Отмечена точка Любая Любая или нет Пока любая Ага И известно Что Ну ты ее отметь Да Вот Да И проведи ЦК Давай я нарисую Давай Короче вот Л Да Соответственно Проведем ЦК И АЛ Ага Известно Что Угол ЛАЕ ЛАЕ Естественно Вот этот Да Плюс угол КЦД Да КЦД Верхний Равно Равны 108 градусам Ага То есть если это Альфа А это Бета Да То мы знаем Что Альфа плюс Бета Это 108 градусов Да Внимательный зритель Может кое-что заподозрить Ну это с пятиугольником Безусловно как-то связано Вот соответственно Надо найти ЦЛКБ ЦЛ А АБ А ЦЛКБ Именно КБ А не ЦЛД Это надо внимательно Ну да На самом деле То же самое что ЦД Ну Да Да Так Хорошо Ну во-первых 108 здесь уже есть Оно вот здесь Игей 108 Соответственно Сумма этих двух Равна этому Да Так А что у нас известно Про углы Сумма двух Из них Равна третьему Интересно Есть ли какая-нибудь Теорема Про Сумма двух Углов Равна Третьему Какие-нибудь Внешние Углы Внешние углы Какого-нибудь Треугольника Это Бета Мяу 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 Так Надо Что надо делать Так Надо кое-что Заметить Да Правильно Тут папа Начинает тупить Потому что папа Плох В геометрии Ну я тоже Над ней Типа Я над ней Какое-то время Думал Отношение Это Может вот сюда Продлить Продленку Какую-нибудь Сделать А это Приходит Что он Равносторонний Продленку Ну Равносторонний Равносторонний Непосторонний Да Я эту Плю Я не знаю Я бы Наверное Стал Вот такие Проводить Сюда Сюда Да Начал бы Проводить Вот такую Продел бы Такую Смел бы Какие-нибудь Пропорции Да Пропорции Посмотрел бы Что тут у нас есть Ну я могу сейчас В целом рассказать решение Расскажи Я наверное Сходу не вижу Такое Итак Соответственно Посмотрим Вот у нас угол бета Да И вот у нас угол бета Ну да Два угла бета Но Пятиугольник правильный? Правильный Поэтому если мы повернем Его относительно Центра Ух ты Вот этот угол Перейдем сюда Да И отразим Ну нет Даже не будем отражать Просто его повернем Относительно Центра Переведя А в Ц Заметим Что у нас Чертежи Совпадут Да ты че Вот тут угол бета Вот тут угол бета Правда да? Так Сейчас 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 А То есть Эта нитка Переведется в ту нитку И получается Что L Переводится в K Ё-моё И все Ну и все Потому что Вот это отношение Мы знаем Заключаем Заключаем Что это один Получается Это гениально Ну не один А на самом деле Четыре Вот это вот Тут надо не ошибиться Один мой одноклассник Как минимум Один мой одноклассник В этом ошибся Слушай Ну это гениально Абсолютно Ну это реально Да Это красота Это красота Да Переводим Мы смотрим Что они одинаковые Блин Я-то специалист По поворотам Плоскости Вот Ну я на самом деле Я в любой Задачи по геометрии Я халтурю Я пытаюсь найти Какую-нибудь симметрию Потому что мне лень Я больше ничего не умею Правильно Стоять Геометр Это есть симметрия Ну на меня Позор полный Что я не увидел Но я нет Я над этим Дольше думал Чем ты Ну понятно Но все равно Так что ты бы тоже Придумал А дальше то Что ты любишь Давай На доске написано Некоторое Натуральное Двузначное число Незнайка заявил Что оно делится На 3 4 5 9 10 15 18 30 3 4 5 5 9 10 10 15 18 15 30 30 30 Не знайка заявил Что оно делится На каждое из этих чисел Ёкарный бабай Так А знайка Услышав это Огорчил Не знайку Тем что тот ошибся Ровно 4 раза Итак, значит, мы получаем, что оно делится на ровно четыре из этих чисел. Да. Соответственно, вопрос. Какие числа могут быть написаны на доске? Укажите все возможные варианты. Слышите, как наши мозги трещат? Это папа решает задачу. Папины мозги вот там вот на заднем фоне. Слышите, как трещат, да? Вот. Это вот я так думаю. У меня мозги, когда я думаю, они издают вот такой перфораторный треск. А первые четыре задачи получается папа. Не думал, да. Но я могу сразу же сказать, что на тройку. Сразу же. Сразу же. Тут просто была пауза. Внимательный зритель. Была пауза, мы ждали, пока эти ремонтники прекратят ремонтировать, но решили, что ждать не будем. За это время я успел понять, что их делится на три. Да. Потому что в противном случае оно не делится ни на три, ни на девять, ни на пятнадцать, ни на семнадцать, ни на тридцать. А значит, Знайка был бы неправ. Но Знайка не может быть неправ. Да. Ну, собственно, что хочешь сказать папа? Допустим, х не делится на три. Тогда оно гарантированно не делится ни на одно из вот этих пяти чисел. Тогда Незнайка ошибся как минимум пять раз, а он ошибся ровно четыре раза. Это противоречие. Ну да. Но следующий вопрос с двойкой. Я не четверку беру, а двойку. Я хочу просто сам узнать, делится ли оно на два. Да. Значит, если оно не делится на два, то я сразу могу сказать, на что оно не делится. Оно не делится вот на эти. Да. Вот. И то есть, если бы оно не делилось на два, то у меня осталась бы делимость на три, пять, девять и пятнадцать. Ну, я думаю, это можно записать. Да. То есть, допустим, х не делится на два. Да. Отсюда х делится на три, пять, девять и пятнадцать. А это ровно то же самое, что х делится на сорок пять. Да. В одну и другую сторону. И здесь, соответственно, есть числа… Сорок пять. Сорок пять. И девяносто. Да, но девяносто, значит, девяносто не подойдет, потому что мы на тридцать будем делиться. Ну, или на десять. Или на десять, да. Вот. Можешь заметить, что на самом деле, если бы у нас, например, тут были числа четыре-восемь, допустим. Да. Двенадцать, шестнадцать, девяносто бы нам подошло, потому что, несмотря на то, что оно делится на два, оно, соответственно, не делится ни на одно из вот этих четыре. Но так как тут оно делится на десять, поэтому нам не подходит. А сорок пять подходит, потому что мы можем проверить. Да, то есть один пример мы уже знаем. Да. Вопрос один ли это? Следующий, значит, ну, соответственно, теперь мы уже рассматриваем только из кратных шести. Вопрос делится ли оно на пять? Давай изучим. Давайте. Если оно не делится на пять, вот, ну, как бы, опять два варианта, из неделимости на пять вытекает, ну, давай тут, х не делится на пять, тогда оно делится на какие? На три, четыре, девять и восемнадцать, да? Да, то же самое, что было с двойкой, у нас, ну, вот эти, оно не делится, значит, на остальные обязаны делиться, потому что переполнения не будет. Ну, то есть на четыре и на восемнадцать, на четыре и на восемнадцать. То есть на тридцать шесть. То есть на тридцать шесть, да. Так, на тридцать шесть. И у нас снова два варианта. Да, значит, здесь, соответственно, у нас тридцать шесть, так, годится ли тридцать шесть? Оно, ну, тридцать шесть не может делиться ни на что, что делится на пять, да. У нас два варианта, тридцать шесть и семь из два. Да, семь из два годится, потому что оно тоже не делится на пять. Да, тут как бы разница с двойкой в том, что на четверка, сразу пятерка, а там была двойка встроена в четверку. В десятку на самом деле. В десятку, да. Ну и все, последний вариант это то, что она делится на все, вот эти. И тогда оно равно… Делится. Да, если оно делится на все три… То оно делится на третье. То оно тогда… Значит, сейчас, оно делится… На их произведение. Да, на их произведение. Значит, раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой. Ой, нет, извините, да. Да, на три, на пять… Коротко о том, как можно набрать… Да, на десять. Три балла из… На пятнадцать и на тридцать. Да. Уже все, противоречие есть. Три, пять, десять, пятнадцать, тридцать. Все, значит, не знаю, как ошибся, как минимум пять раз противоречие. Итого у нас три ответа, мы их вносим, и все хорошо. Тридцать шесть, сорок пять, семьдесят два. Вот, такая прикольная задачка. Каждую задачу мы меняемся местами. Да, папин мозг уже скрипит сам по себе. Даже без давания задач. Итак, квадратный трехчлен P от X таков, что P от P от X. Так, уже что-то такое интересное. Это, в точности, X в четвертый минус 2X в кубе. Вот это да. Плюс 4X в квадрат, минус 3X и плюс 4. Ну, звучит, конечно, не очень красиво. Ну, забавно звучит, забавно. Да. Чему может равняться P от 6? У меня, кстати, условие было от 8, но это тоже неважно. Все возможные варианты, да? Да, укажите все возможные варианты. Да. П от X это квадрат трехчлен, то есть P от X это AX квадрат плюс BX плюс C и A это не 0. Ну, что ж, я могу тут сказать, что при X в четвертый будет сидеть A квадрат. Да. Поэтому у меня только два варианта. P от X может быть либо... Короче, он равен плюс минус. Нет, это неправда, кстати говоря. Подставь. Вот тут мы тебя поймали. Что? В смысле неправильно? Сейчас. А, подожди. А-а-а-ай! А-а-ай! 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 А-а-ай, задница! А-а-а! Умножить на AX квадрат плюс BX плюс C в квадрат плюс. Да. То есть А! Собака! А в кубе на X четвертый. Все, еще проще. P от X это только X квадрат плюс что-то еще. Плюс, да. Да, ну, соответственно, утверждение мы просто берем, подставляем в тупую. У нас X квадрат только вот от... Если мы хотим получить X четвертый, он отсюда получается. И перед ним коэффициент, соответственно, A в кубе. И отчетно я получаю, что на самом деле P от X вот такой. Да. Так. Поехали дальше. P от 6. Да, интересно. Откуда же можно вырыть остальное, да? Ну, можно, конечно, в лоб продолжать действовать, но это как-то, честно говоря, странно было бы нам тут действовать в лоб, да? Ну, давай, тем не менее, я не знаю, может быть, там есть что-то красивое, может, через корни как-то, может быть, если p от p от x, то есть p от x, значит, у нас, если p от p от x равно нулю, значит, p от x должно быть равно корню этого многочлена, не могу его угадать, нет, что-то я не вижу как. Ладно, давай пока я буду в лоб, для того, чтобы после того, как это начинается x квадрат, там не так уж и сложно написать в лоб, потому что нужно возвести в квадрат, потом взять b, умножить на ту же хрень просто и все, да, и плюс c. То есть на самом деле вот он, ну вот как, вот он, вот она, вот она на двери намотана, да, и оно должно быть равно вот этому. Итак, следующий шаг. Следующий шаг, я уже вижу, что 4 делится на c. Ну, так тоже можно, но нам про целочисленные коэффициенты никто не говорил. А-а-а-а, о-о-о-о. Давай проще. Ёжик-шарик, шарик-ёжик. Так, x кубия возникает только отсюда. Да. И превращается в 2bx кубия. Да, естественно. И это равно минус 2x кубия. Все, понятно. В равно минус 1. Вот у нас уже почти год. Да, ну да, уже все. Мы его почти сварили на этой, на микроволновке. Сварили многочлен на микроволновке. Да, ну это я бы еще раз предписал. x квадрат минус x плюс c квадрат и минус x квадрат минус x плюс c плюс c. Да. Ну да. Так, ну что я могу сказать? Ну вообще-то при x квадрат что-то приличное на самом деле теперь уже. Да. Теперь же что-то приличное. Ну наш талс один, собственно. Да. А то неизвестное, поэтому да. Только одно, да. Но у меня при x квадрат откуда возникает? Во-первых, из 2x квадрат c. Да. Это вот отсюда. Да, плюс x квадрат и минус x квадрат. Это отсюда и отсюда. Чудесно. Все, больше x квадратов здесь нет. Да. И это равно 4x квадрат. То есть c равно 2. Все. Мы восстановили весь многочлен. Теперь надо еще по-хорошему проверить, что он подходит. Ну да, ну можно проверить. Но я думаю, что это все подойдет. Да, но это раскрыть скобки, например, по свободному члену он подходит. Ладно, это сразу не видно. Ну короче, можно раскрыть скобки. А, нужно доказать, что вообще это не пустое мнение, что да. То есть дальше я как бы проверял бы эту ситуацию. Ну я бы ее проверил, естественно. Так, ну и дальше. p от 6 соответственно равно 6 квадрат минус 6 плюс 2. И других вариантов нет. 32, да. Да. Ну ладно, это нормально. Красивое решение я не знаю. Я тоже. О, такие я не умею сразу. Пошло, да. Ну давай, тем не менее. Итак, в стране 110 городов. Между каждыми двумя из них либо есть дорога, либо ее нет. Внезапно. Да, граф. Автомобилист. Без кратных, соответственно, петель и ребер. Да. Автомобилист. Находился в некотором городе, из которого вела ровно одна дорога. Вот тут он стоит. Висящая вершина. Вот он тут стоит, автомобилист. Угу. Проехав по дороге, угадайте, по дороге, так сказать. Да. Он оказался во втором городе, из которого вели уже ровно две дороги. Так. Соответственно, проехав по одной из них, он оказался в третьем городе, из которого вели уже ровно три дороги. Ё-о-о-о. Понятно, что назад он не поедет, потому что, собственно, тут не три дороги. Да. Вот так он ехал, ехал, ехал. В катом городе была К дорог. Да. И в конце он приехал в энтый город. Эн – это не 110, а просто Эн. Из которого вели уже ровно эндорог. Ну, соответственно, если бы, например, он приехал в четвертый город, то... Оп, вот тут. И спрашивается, какое наибольшее значение может принимать энд? А-а-а. Всего 110 городов. Понятно, что назад он не мог поехать, например, потому что там было бы не сошлось по количеству дорог. Ну, да. Каждый раз в Новый Город. Ну, да, естественно. Это так. Да. Да. Ну, да, я надеюсь, в целом. Ну, да. Вообще, даже нет идей. Ну, идея взять четыре города. Нет, 110 делится на два, и не делится на четыре. Давай возьмем шесть городов. Допустим. Он поехал из висячего в этот. Так. Здесь было так. Угу. Дальше. Из этого, в принципе, уже могло быть и вот так. Вообще говоря. Например, да, так. Но назад не могло. Дороги не ориентированные, понятно. Ну, да, это просто я такой... Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стефан, думай. Ну, шесть, да, здесь? Вот шесть. У меня три получилось. Один, два, три. Да. Явно, что дальше уже продолжать невозможно. Наверное. Или можно? А почему бы нет? Ну, поехал я сюда. Из этого четыре исходит. Один, два, еще три. А, больше некуда. Да. Значит, без шести вроде как остается только три. Так. Ну, я бы ванганул, написал 55 в ответе. Но, если честно, я не знаю, что дальше сделать просто. Вообще не знаешь. Я просто не... Ну, я могу сказать, как я рассуждаю? Ну, давай, да, расскажи. Потому что я, на самом деле, полностью, я экстремально слаб в графовых задачах. Экстремально. Я просто не... Ну, то есть я мог бы подумать, что некоторые... Время еще над этим. Но не очевидно, что я бы придумал за разумное время. Ну, придумал бы. Принуво, да? Ну, короче, смотрите. Значит, что я делал? Во-первых, кажется... Ну, для меня почти очевидно, что ответ должен быть почти количество городов. Потому что мы... А-а-а, почти, да? Потому что мы, посмотри, мы так можем ехать очень долго. Ну, да. И у нас как бы каждый раз... Ну, у нас может исходить очень много дорог из города, но это как бы ничего не противоречит. Ну, да. Вот. И поэтому для меня очевидно, что вот это N, оно примерно 110. А-а-а, все-таки так. Ну, на интуиции в целом да, но как-то так. Поэтому можно сначала оценить его сверху. Значит, что мы точно знаем про это N? Вот давайте нарисуем путь, по которому мы ехали. Как просто вот такой бамбучек, бамбук. И теперь посмотрим на последний город. Куда из него не может идти дорога? Вот сюда. Он не может идти вот сюда. Он не может идти, собственно, вот сюда. А сюда почему? Потому что тут две. Соответственно, тут первая вершина. Тут две дороги. Сейчас. А, уже две. А-а-а, подожди. Это я неправильно нарисовал. А-а-а, ой, блин. Да-да-да-да, я неправильно все дальше плавится. Ну, короче, да. Из первого одна дорога, из второго две, из третьего три. Ну, из третьего уже мог. Отсюда он уже мог сюда ехать. В принципе, мог, да. И, собственно, еще он не мог поехать в себя, понятно. Есть неправильно, естественно, да. Ну, да. Но дальше, соответственно, из всех остальных он мог поехать. Предположим, что он и поехал. Отсюда мы получаем что? Это значит, что он не мог поехать в три города. Да. То есть в нем меньше либо равно, чем в 107. В смысле, из него исходят не больше, чем в 107 дорог. Да. А теперь заметим, что мы как бы уже поняли примерно, как строить пример. Потому что вот в этого идут все. Да. Вот в этого идут, ну, вот из этих трех, понятно, нельзя идти, но дальше из всех можно идти. Ага. И как бы вот эти все идут сюда. И тут, получается, как раз на единицу меньше, минус один. Минус один, да. Ну, мы добавим вот эти три фиксивных города дополнительных, которые как раз в них тоже ведет, отсюда тоже в них ведет и так далее. И мы вот так будем идти. И смотри, у нас вот тут будет увеличиваться на один каждый раз. Потому что он идет, ну, потому что он идет каждый раз на один левее. И начиная с него до конца. А вот здесь будет уменьшаться, потому что тут количество городов, которые недоступны, увеличивается каждый раз на один. То есть. А, прикольно. Если нарисовать примерчик, у нас получается как бы если на большом масштабе. Прикольно, прикольно. То есть ты рисуешь линеечку. Да. Дальше. А дальше я смотрю, я рисую, что все идут сюда. Все сюда. Интересный факт, кстати. На размышления, чтобы не путать стрелки, их производные в точке пересечения должны быть сильно различны. Вот. А из этой тоже есть предпоследние? Из предпоследней идут все, кроме первых трех. Потому что у всех, ну, короче, идут все, которые могут. Кроме первых трех, да, идут все предпоследние, да? Вот. Потом предпоследние идут все, кроме, естественно, первых четырех, потому что из них уже занято все. Вот они как-то идут. И все, да? Ну, вот так мы вот так сходимся, и у нас могут возникнуть проблемы только вот здесь, понятное дело. Но у нас есть три запасных вершины, если посмотреть для семи, восьми, то мы понимаем, что на самом деле проблем не будет. Если это аккуратно обосновывать, то там неприятно, но это обосновывать сейчас не надо, поэтому мы смело спишем. Сто семь и все. И задача решила. Обалдеть. Ну, вот это из тех, которые я решать не умею, да. Это вот, вот это вот я не думаю, что я бы ее добил, на самом деле. Я, скорее всего, бросился бы к... То есть я бы решал сам последний, да. Ну, если да, либо я бы шесть из восьми. А шесть из восьми это проходит или нет? Наверняка проходит. Ну, геому, наверное, я бы, может, и добил все-таки. Ну да, в общем, я бы, наверное, решил шесть из восьми. Давай посмотрим на стереому. Да нет, ну ты занижаешь себя явно. Да? Ну давай поглядим. Итак, восьмая задача. Возможно, если бы папа его увидел, он бы изменил свое мнение насчет седьмой. Потому что это стереометрия. Стереома! Будет сложно нарисовать чертеж, но мы прикрепим, короче, к условиям. И там будет нормально видно. Боже! Боже! Да, параллелепипед. Причем не прямоугольный, а вообще косолинейный, сколько угодно. Параллелепипед! Параллелепипед! Велосипед, параллелепипед, параллелепипед, параллелепипед. На ребре А1Д1 Буква Х Ну вот примерно так он выглядит Известно, что А1Х равно 7 Давайте обозначим, соответственно, его буквами Сразу А Б Как бы я не забирать С Д А1 Плоскость Ой-ой-ой-ой Какой-то ужас Не забывай, что у нас разные мелкие Д1 Естественно На ребре А1Д1 выбрана точка Х А1Д1, это вот здесь Да Выбрана точка Х А на БЦ выбрана И На ребре БЦ выбрана точка И Да Вот она где-то А1Х равно 7 И Ну да, у нас известно, что 1Х это 7 АБЮ А1Х это 7 АБЮ это 4 БЮ, да, 4 Да БЮ, 4 Б1С1, 17 И вот эта сторона 17, да Тоже напиши белым 17 И это та же самая, на которой мы все это рисуем Ну и понятно, что все вот эти стороны, они равны Из-за того, что это параллелепипед Плоскость 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 С1ХЮ Так Сейчас давай Берем С1ХЮ Да Да Вот С1ХЮ Да Вот эта плоскость Пересекает луч ДА в точке З Вот у нас Ага Идет Опа Точки З Плоскость как-то вот так идет Пересекает И приходит в точку З Так И вопрос Найти ДЗ, да? ДЗ Чему равно? Ого Найти ДЗ Так Думайте Дерзайте Да И не усложняйте Да Так 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 Сейчас Значит Сейчас 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 Значит Так То есть Вот это Вот это Семя Так К чему-то Да Так Как же тут надо Чего надо сделать? Подсказка Стереометрия на школьном Вряд ли будет сложной Стереометрия на школьном Вряд ли будет сложной Так Семнадцать Четыре Ну то есть Вот здесь В одной Семнадцать Ну понятно Какой Точке Эта плоскость Пересекает Да Ту грань Так А мне нужно пересечение С той гранью Нижней Да Мне нужна Нижняя грань Точная нижняя грань Точная нижняя грань Да Мне нужна Точная Точно нужна Нижняя грань Мне точно Нужна Нижняя грань Сейчас, нет, это косая грань Мне нужна вот эта нижняя грань Мне нужно понять Как я могу понять Где она Значит, где, как этот наклон Блин, ну RAF нас учил Решать это вот так просто Любые такие задачи Через какие-то пропорции Продолжение, всегда продолжение Я сначала бы корректнул, а потом бы основал Ну даже не то, чтобы корректнула Так, значит, так Сейчас, это как же это все представить Значит, ну хорошо Вот я вот эту точку знаю уже Она понятна, она там 17-14, соответственно там Это тоже 17-14 Вот я ее вычислил, да Что мне это даст Вот это вот продолжение сюда, да Этой плоскости Вот так вот идет, да И как-то пересекает Эту плоскость Где-то там Пересекает ее А, вот в этой точке Пересекает она Я, кстати, могу сказать, что мне нравится Эту плоскость Вот так как-то она вот проходит Да, вот так она проходит Здесь Здесь она так проходит Здесь она Блин, ну что ж такое-то Не помню RAF учил нас это на зубок просто Вот это ровно то, что RAF нас учил Я расскажу тебе, понравится Блин, ну что ж такое Что ж такое-то Я пытаюсь это все представить себе А у меня представлялка не работает Не хочет работать представлялка Добавлялка 4, 13, 10 Что ж тут можно сделать, да На каком основании я Сейчас, туда если загоним Она же по задней стене идет, да Кто? Ну вот это вот Как бы там по задней стене идет Она через C1X C1X идет по задней стене По задней стене По задней И она, соответственно, пересекает Вот здесь Еще дальше Блин Схуд же мне это вывести-то, а Не могу, я не помню Тоже не помню совершенно Ну дай подсказку какую-то Ну блин, я даже не знаю, как подсказать Но типа это просто Раз и все, да? Да Раз и все Ну понятно, но какое-то отношение к пропорциям В целом есть Да, но какое-то есть Я бы даже не называл это пропорцией И это пойдет сюда, и это пойдет сюда Вот, попробуй не использовать ничего Кроме вот Ну условно вот этих вот Верху, да? То есть попробуй сделать без всяких построений Дополнительных вообще Я просто вижу Я уже вижу, что она Вот мне что нужно реально Мне нужна Так Вот так, да По задней плоскости я уже все вижу Вот смотри Вот это вот, например Вот это вот Если Вот это в 17 седьмых Ну то есть вот эту точку я могу вычесть По координатам Вот она, да? Вот это тоже 4 Там, ну я знаю, сколько здесь будет Уйдет за эту сторону, да? Ну да Ну ту точно Ту значит тоже могу Значит ты эту пропорцию могу То есть вроде я все могу сделать По сути Таким образом, да? Ну как бы я Ну вот это точно может, да? Да И это Вот это, да? То есть 4 Значит вот это к этому Как 4 к 17, да? Это ко всему Только ты не знаешь вот это ребро Ну это да Ну там пусть оно t Это помню, да? То есть Да Ну грубо говоря Вот это 4t А это 13t Когда будет 4 к 17 как раз 4 4t или 13t? Может 17 Сейчас Нет, большой здесь Он Ну в смысле Вот это делить на вот это? Да, равно всего Все длины Длить на короткую длину Да, согласен 4t и 17t Хорошо Эта пропорция знает Теперь я знаю Эту пропорцию Если это s Ну как бы То это 7s на самом деле Это 10s Опять же Потому что Ты как бы вот этот 7-17 Это задняя стена А ты его вот так выгибаешь Типа из плоскости Вот сюда И ничего не изменяется, да? Не-не-не Это продолжение вот того хрена А, это ты не вот здесь? Внизу, 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 да Допустим Тогда да Туда, внизу, внизу Внизу Там 7s и 10s Это просто ты носила так Как будто она в тенаде лежит Не-не-не Это вон туда надо Все, хорошо 7s, 10s Вот Теперь у меня В результате, да? Что в результате у меня? Мне нужна Что мне в результате Нужен-то? Мне нужен этот, да? Блин Нужен тот, который я не вижу, где 7s, 10s Сейчас А, ну, значит, это тоже 7s, 10s То есть Это тоже 7s, 10s Они же все параллельны Вот тут Ну, 7v 10v Вот здесь Вот это Блин, сложно Вот это я Вот это я Плохо 10v Даст ли мне это что-то, да? 10 раз Он у тебя вообще стороны пересекает? А, или Ты смотри Пересение с плоскости, да? Да, запущен сюда С плоскости 7v, 10v Значит, это Тоже Вот это 7v, как бы А это вот 10v 17v А, значит, это 7 Вот здесь 7e Вот 7t Вот это 7t Потому что это 17t То же самое 7t Вот оно 7t А значит, это 10t Все 7 в 10 Так, ответ 10 А, ну, я не смогу проверить ответ Там числа другие Ну, хотя нет Сейчас Кажется Ну, по крайней мере Метод явно правильный Он должен добиться У тебя нужно Zd А Zd Тогда, соответственно 27 Мне кажется Другой Нет? Ну, давай еще раз Значит, смотри Что я сделал Я взял Красную линию И Загнал вниз Да Пересечение С вот этой стороной То есть Вот Да Со стороной B1 Да B1 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 Вот сюда Вниз B1 Да Загнал Вот эту штуку Вот сюда Ладно Хорошо Вот Ну, по задней стене Идет туда вниз Да И она бьет Также 7 к 17 То есть 7 к 17 Вот Теперь дальше Если я теперь Пересек В эту сторону Вот по этой Боковой Да Хорошо Из этой точки То отношение То же самое будет Как и здесь 7 к 10 Значит 7 тоже 7 к 17 Значит тут тоже 7 к 17 Ну Знаешь здесь 7 А знаешь здесь 10 Так А 10 это уже то, что надо Ну Сейчас я не до конца вникнул Короче Давай так Я сначала расскажу свое решение Ну давай Да Потом мы посмотрим Соответственно Вот у нас 2 точки Отмечены Тут 4 Тут 17 Да Возможно Раф не участвовал В таких легких Школьных Так Итак Тут 7 Ну да Что делаем Что делаем А не У меня вроде Сошлось Короче Значит Что мы говорим Да Или нет Мы говорим Что мы хотим Как бы взять Вот такую Вот Мы смотрим Насколько у нас Вот отсюда Сюда Мы смотрим У нас изменения По вот этой Верхней грани Смотрим Пока мы перемещаемся Сюда Насколько мы Отъедем Вот сюда Налево По их координате И получаем Что за перемещение Вот такое Мы отъезжаем Налево От вот этой Точки На вот эту То есть Вот здесь Ну вот здесь 13 Соответственно Мы отъезжаем На 13 За вот это Перемещение Да Хорошо Теперь Говорим Что снизу Мы отъедем Тоже на 13 Потому что У нас Вот эти Вот одинаковые Снизу Смотри Вот Вот раз Треугольник Да Вот два Треугольника Ага И что Они одинаковые И вот эти Треугольники Они как бы Одинаковые Потому что У нас Ну как бы Параллельная плоскость Все такое То есть Если мы вот здесь Отъехали на 13 Налево То и внизу То вот здесь Мы тоже Отъедем на 13 Налево Но вот эта точка Состоит на расстоянии 10 от этой стороны Да И мы отъехали на 13 еще Значит должно Получиться Кажется 23 Так? А не 27 Да? Ну Вроде бы так Можно еще Как сказать Давай так скажем Как я потом подумал Посмотрим на вот этот Треугольник Так? Да Перенесем его Вот в эту вершину И нарисуем И нарисуем в точности Его Исходящего Из этой вершины Ну тут Ничего не понятно Конечно Сейчас вот Бум-бум-бум-бум Короче Мы нарисовали Вот этот треугольник А вот такой Треугольник До точки З Перенесли его Вот в эту вершину Вот эти Треугольники Будут в точности Равны И соответственно Вот этот отъезд Вот эта десятка У них тоже Будет равна Ну На самом деле Это вот эта вершина Да А тут мы отъехали Еще на 4 налево Соответственно Мы отъедем Еще на 4 налево И получим В точности Точки З Да Поэтому соответственно Мы можем сказать Что у нас Да Осталось понять Где я ошибся Задача Вот Ну вроде бы Для всех слушателей Понять где я ошибся В своем уровне 17 Да И получается Что у нас Плюс 10 От этой точки И минус 4 Вот здесь И остается 17 плюс 10 27 Минус 4 23 А у меня где-то пропала Эта четверка Все Ну решение Я надеюсь Что понятно Можете еще чуть-чуть додумать Оно такое Немного рукомахательное Даже жестко Жестко Но вроде понятно Ну все Ищите ошибку у меня Вот Маткуль Привет